Приветствую вас и мужчины, такие существа, которые не всегда понимают, что нужно делать в той или иной ситуации. Они не понимают, когда нужно что-то делать для женщины, когда не нужно. Они могут мыслить чересчур узко, чересчур предметно, и у них может набрать, отсутствовать понимание того, чего хотят женщины. И в этой ситуации вам не нужно обвинять своего парня, ибо он может быть еще ни в чем не виноват. Для начала, прикиньте, представьте себе, как он относится к вам в целом. Хорошо ли, плохо, заботится ли он о вас, опять-таки, в целом. И если да, то это означает, что ему просто не приходит в голову, что вас нужно провоцировать. Тогда ничего не страшного, если вы спокойно скажете ему. Что хотели бы, чтобы он вас провоцировал, или чтобы звонил, узнавал, как вы добрались. Для нас это очень важно и является проявлением нежности, заботы, доброты и так далее. И если мужчина искренне заблуждался относительно важности данного момента, а такое все-таки бывает, то он обязательно учтет ваши пожелания, он обязательно примет их к сведению и будет делать то, что вы от него хотите. Но если человек прореагирует на это спокойно, равнодушно и при этом не предпримет никаких шагов для того, чтобы как-то ситуацию исправить, ситуацию поправить, сделать так, как вы хотите, это означает, что ему не очень-то важно то, чего вы хотите. И это, в свою очередь, означает, что чувства к вам у него совсем не такие, как, например, вам может казаться, или совсем не такие, как у вас. И тогда бесполезно что-либо этому мужчине говорить. Вы либо принимаете его, такое отношение к вам, либо нет. И если вы принимаете, то вам нужно понять, что требовать от него то, что он не хочет делать, нельзя. Но если вас отправит все остальное, с этим можно смириться. Если вы не принимаете, то, соответственно, тут нужно быть честным и сказать своему малопомощному человеку, что прости, мне неприятно, что ты меня не провожаешь, я считаю, что ты таким образом высказываешь ко мне неуважение, и я недостаточно для тебя дорога, чтобы ты обо мне беспокоился, заботился и так далее. Это, в свою очередь, означает, что ты меня недостаточно любишь, или недостаточно дорожишь. Я такое отношение не хочу терпеть, поэтому простины между нами ничего не может быть. Вам именно так нужно сказать, если вы не готовы смириться с таким его поведением. Соответственно, если мужчина, опять-таки, обреагирует на это положительно, то он скажет, прости меня, я не понимал, как для тебя это важно, не осторновал, я не привык никого провожать, и он начнет что-то делать. Это будет означать, что он готов за вас бороться, готов что-то делать за вас, готов меняться сам. А если вы увидите, что человек начал еще и вас обвинять в итоге, и никаких шагов для того, чтобы сделать то, что вы просите, он не совершает, и никак не пытается исправить ситуацию, то это означает, что ему действительно не так дорогие отношения с вами, и это означает, что у вас, в принципе, с ним ничего хорошего получиться не могло, потому что подобное отношение рано или поздно проявило бы себя, и лучше, если оно проявит себя сейчас, так вы сможете закономить свое и его время, и с наименьшими эмоциональными временными и психическими затратами расстаться с ним, чтобы шить дальше и встретить достойного мужчину, который смог бы делать для вас все то, что вы хотите, все то, с чем вы нуждаетесь, работится о вас и так далее. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.